всем огромнейший пламенный привет вы меня просили снять отдельное видео на миллениум то то второе миллениум то то итак сегодня мы будем много разговаривать об этой колоде и сегодня я буду делиться своим личным мнением сегодня мы будем сплетничать и обсуждать данную колоду данной колоде идет вот такая мбк и меня очень порадовало наличие русского языка и так русский язык здесь самом конце но очень очень приятно что же об этой колоде нужно знать это третья колода ренаты лехнир она познакомила любителей таро с богатым миром своей фантазии в тару телема вы знаете сколько людей не тару телема 1 из самых-самых любимых попсовейших колодах на youtube затем она повела за собой в глубины миссии китаро аркану теперь она водит нас в оккультный мистицизм кроули коллекционеры работы ренаты обратят внимание на некоторые тонкости и особенности данной колоды и так эта колода содержит более красочную более символичную ту чем она применялась в прежних колодах ну здесь я с этим не могу согласиться потому что и обычный кроули очень имеет много красочности много символизма однако кроули для меня колода которая меня приводит всегда вот к некому покачиванию вот как на корабле как на палубе некое головокружение вот сам стиле рисовки кроулянский колод не всех но очень-очень многих здесь же нарисовка вы сейчас увидите она очень-очень красивая да это попсовый кроули конечно же олдскулом он не понравится но она действительно очень и очень достойного вашего внимания итак давайте начинать ее смотрите я буду какие-то свои моменты комментировать по ней в таком шикарном плотном боксе колода приехала ко мне в подарок огромная благодарность всем девочкам кто смог не ее спонсировать прислать огромная благодарность елены масик очень и очень благодарна и давайте начинать прекрасная коробка открывается ничего на них не будет отпадать никаких языков и нас что встречает сразу же нас встречает рекламная карта лос карабео вот такая вот сила я пожалуй немножечко приближу чтобы нам было удобнее с вами наблюдать каждую карту вот такая не знаю сколько лоды но мне показалось тоже рисовка достаточно занятной античной хорошо прорисовано тело ну вот такая вот сила не знаю наверно новая колода кто знает напишите что это за колода следующая карта шут очень нравится что здесь тигр вместо крокодила случае с традиционным кровью хотя крокодил здесь тоже есть но вот я его сразу не увидела признаться вот первым не бросился в глаза все-таки тигр да да здесь есть символика да здесь есть все привычно но при этом вот я не могу его назвать вот прямо чистый кроуле анский вариант нет же нет но это и не минус это и не плюс этого для тех людей кто не готов это такой лайтовый вариант крови я бы так сказала кто не готов к традиционному крови но кто не хочет сидеть на 2 райдера уэйта насколько понятно изображение но мне лично все понятно будет ли это колода универсальная я думаю покажет время если у нее подписи да есть просто вот этот формат я решила вот так вот снимать чтобы было хорошо все видно то есть на мой взгляд нет смысла более мелко снимать хочется чтобы все все детали могли тщательно рассмотреть и отдельное слово о рубашке прекрасная цветовая гамма затемнение по краям все очень-очень красиво достойно и очень хорошего качества данный знак бесконечность лименин скота тоже здесь очень в тему красивенная императрица ничего лишнего нравится и при этом не заезжен рисунок и при этом все как бы очень в тему великолепный император с огнецом с баранами то есть тут ну как бы вот все как надо ничего лишнего могу ли я назвать эту колоду скучной вот если вы поклонник хотели мы и арканум вам безусловно эта колода очень понравится да вот как вот есть вот банды тарологов вот есть банды таролога 2 марчете и всех его колод им все нравятся колоды марчете вот тоже самое и тут если вам нравится арканум таро если вам нравится безумно первая колода от этого автора и арканум и телема то и эта колода очень понравится единственно что вот таро телемы на самом деле телемы там нет как таковы понимать то есть тут название известные которые на слуху да и получается идет некая на название ну я не люблю слово спекуляция нет просто многие люди вот которые покупали таро телемы хотели увидеть телему а там колода не про телему тут тоже самое здесь таро миллиниум то то но то то здесь не так много то есть тут такая небольшая концентрация его небольшая концентрация на чего-то надо начинать правда же вот кому-то может начали зайти такая колода да а потом уже более такая тяжелая более такая хардкорная версия вот смотрите колесница вот такая нравится ли она мне так куда нравится буду ли я с ней работать на постоянку скорее всего буду ее использовать как дубль станет ли она моей основной рабочие пока не уверена но настолько классный отшельник вот отшельник просто меня поразит настолько красивая колесо фортуны ну ну просто великолепно сделаем то есть такие отдельные карты вот просто хочется их в райда да то есть вот настолько смогла ну вожделение это вообще это прекрасно правда красиво и в жизни колода еще красивее еще сочнее еще как-то объем не нежели на камере я не знаю за счет чего я не могу объяснить но это правда потрясающе и до обзор не спонсирован до колода мне была подарена но не автором который ее нарисовал поэтому мальчики и девочки тут вы не придеретесь не докопаетесь что колода подарена обзор абсолютно мой абсолютно объективный хотела бы я с ней работать только со старшими арканы карта смерть кстати хотела бы не считаю что действительно можно с ней вполне работать и только на старших вот пожалуйста искусство и действительно все красиво все вкусно все увлекательно если вы в поиске вот красивая колоды которая будет коммерческая которая будет нравиться клиентам нравится людям колодов которые но глаз божий да вот получается все видит да и при этом наказывает по карте башни разрушает все происходит с его согласия да ну и масонство в глаз тут много можно смыслов таких двойных красиво красиво что еще карта звезда великолепно как будто бы мы где-то все это уже видели вот вы знаете вот ощущение что где-то может быть рисовка повторяются оттенки красок да ну вот есть такое ощущение что что там и такое же виде но при этом все настолько красиво приятно что у тебя нравится знакомо да вот не нужно себя настраивать что-то что-то новому солнце на великолепное солнышко и детки и знаки зодиака ангелочки ангелочки детки и знаки зодиака конечно немножко странно но красиво да то есть вот красивая такая коммерческая колода карта суд вот такая у нас вот если бы я не знала что-то из этой колоды я подумала что это из хризолиды да вот это сочетание тела оранжа да вот оранжевого и синего настолько вот для хризолиды схожи вселенная тоже вот так красивые тела красивые позы красивенные ракурсы мы уже переходим постепенно к младшим то же зло двойка же здесь младших не так все богато красиво но по-другому она в кровли и не может но 2 тут они может да то есть тут всегда не прорисованы младше плохо ли это я не думаю что то плохо ничего не отвлекает вот астрологические соответствия вот пожалуйста у нас он есть то есть мы понимаем по астрологическим соответствием о ком это или о чем если вы подтягиваете астрологию своих таро прогнозов если вы ее не подтягивать то вы вполне можете работать как в системе игральных карт если у кого-то работает ли системе марсельской если у вас получается с марселем тут без разницы цветовая гамма мне нравится да тут явное сочетание теплого фиолетового и медового очень красиво очень комплиментарно и вот ну восьмерка жезла вообще прекрасная нетипичная вот мне напоминает сразу же сигилу да вот что-то из из руники однозначно да и вот меркурий здесь и планеты но необычно вот действительно видно что эта работа кто-то пишет что-то халтура я с этим не согласна я вот почему-то здесь за ними вижу за младшими арканами вот все можно пускать готовые шлемы ужаса бруники почему-то вот мне напоминает печати сиделы и не могу отделаться от этой мысли не могу сказать почему но вот это так что еще десятка жезлов принцесса жезла опять-таки с тигром я думаю в этом году тигра эта колода должна очень хорошо себя показывать активно вообще учитывая год тигр да тут у нас принц жезлов я думаю вообще для людей львов для для родившихся год тигра эта колода очень зайдет почему-то я так думал вот пожалуйста и леопард тут прямо для любителей кошачьих вот-вот стойкое ощущение вот именно этого вот пожалуйста единорог кстати одинорогов кстати по массы рыцарь жезлов отдельно а книги запишу взяла библиотеки здесь книга на украинском языке очень интересно я думаю она есть на всех языках можете поинтересоваться туз кубков вот такой нежный да привычно мать кубкова да да как боже поднады ела изрядно до затаскали эту идею что кубки это голубоватые оттенки но красиво и дельфины в тему и все как бы абсолютно в тему уместно красиво хорошо далее тройка кубка вот такая непонятно то ли это 100 и вот эти бокалы как будто бы дырочки соты то ли они вот как вот под чем-то вот непонятно но необычные цвета нежные сочетания хорошая тема цветов тема астрологических соответствует пожалуйста луна в раке да вот быть четверка кубков тут понятно о чем это пятерка кубка вот пожалуйста у нас марс скорпионе то есть все в принципе понятно понятно красиво для медитации эти карт тоже вполне могут подойти но главное понимаете зайти в карту то можно а вот выйти из карты шестерка кубка кстати это одна такая головная боль может быть потому что кто-то выйдет из карта потом может и остаться в этих энергиях поэтому в этом нужно быть внимательными семерка кубков не верить всему что вам рассказывают и все очень хорошо фильтровать очень хорошо фильтровать восьмерка кубков на какие темы это колода будут говорить но универсально это понятно на тему познания себя я думаю она хорошо будет говорить на тему внутренних каких-то вещей тоже что в человеке накопилось что бурлит да какие энергии какие потоки такие мысли такие деяния как говорится человек это сосуд до точнее в это узнаешь чем он напомнил что у нас тут это у нас принцесса кубков дельфином из лебедем и держит огромный кубок вот тут калаш мне не нравится конкретно этой карты какой-то он корявый как-то он сделал некрасиво вот вот хотите придирайтесь но я считаю что некрасиво как-то чересчур неаккуратно вот как будто бы в программке да да вот ребенок за пять минут сам сделал не знаю вот это красиво принц кубка вот смотрите сова или филин она как колесница везет это красиво да конечно я придираюсь да безусловно колода великолепного качества великолепной красоты все в тему все продумано но все равно в любой колоде можно найти эту карту которая тебе больше нравится откликается резонирует эту карту которая где-то вот там на задворках так уж и быть ты будешь ее терпеть но это знаете как вот ты знаешь человека и кто-то из его компании тебе не нравится у кого-то ты готов терпеть а кого-то просто не видишь вот так наверное здесь да то есть не всех мы можем принимать так четверка мечей смотрите прямо цветок разрезает на куски да вот ну красиво красиво пятерка мечи вот такая тоже здесь из-за загнутые мечи эти булавы ли пока не была вода и прямые и шестерка тоже мне очень нравится вообще люблю шестерку мечей люблю семерка мечей сказать что она какая-то сверхсложная по рисовке я не могу но очень приятно комплементарно подобраны цвета вот в этом ее фишка то что они астрологию подтянули тоже это плюс на самом деле не всем людям нужно астрологии они многие приходят чтобы погадали до чтобы сказали что человека ждет они какие-то астрологические изыскания да потому что на ком-то астрология работает на ком-то к сожалению нет это тоже все интуитивно надо узнавать десятка мечей вот такая смотрите принц пентакли красавица роскошной фигурой но вот это колод заставит вас держать себя форму безусловно вот я хотела поесть или пироженка или какую-то шоколадку сегодня но уже не буду уже все колода дала настрой на другое так королева пентакли с козерогом и я так понимаю что это тема и нам а молекул да так еще одна рекламная такая карта с богиней тоже очень интересная я думаю что это жрица дальше рыцарь пентакли вот такой у нас принцесса пентакли красивенная очень красивая еще и с таким девушка с веслом красивая красиво нравится разные ракурсы нравится что здесь все не похоже на другое так тут у нас древо сифирот на десятки пентакли но ожидаем оно необычно сделали что мы заключили каждую в круг да тоже вот необычно здесь на семерка пентакли некоторые карты не по порядку но как бы меня это не пугает то есть мне главное вот судь вот энергию колода уловить посмотреть о чем она и через что она будет со мной говорить если нужно я запишу видео первый раз колоды на какие темы я обычно спрашиваю как она будет говорить и на что без проблем могу записать такое видео если будет время рыцарь мечи и вот такой у нас красиво красиво полода приятная коллажная техника а тут переплетение тоже очень нравится это у нас восьмерка пентаклей кстати сейчас покажу ее вот такая так шестерка пентаклей вот такая у нас тройка пентаклей туз пентаклей ну и туз пентаклей денежки хотят убегать не получится не получится поймала так кто у нас еще есть в королева мечей ну прекрасно не люблю вообще королеву мечей абсолютно не мой сигнификатор не моя история но здесь настолько она красиво безжалостно ему просто вот секир башка сделала это потрясающе дальше принц мечей вот такой с ангелятками колесницу соправляет и у нас остается принцесса мечей вот такая вот такая вот карательная прямо до принцесса мечей вот такая колода довольная ей в плане качества в плане предсказаний я ее еще тестирую предлагайте темы которые мы будем на ней смотреть если нужны какие-то интересные значения которые я найду к ней вот из этих мбк я их могу следующем видео для вас зачитать озвучить поделиться может быть какие-то будут интересные которые будут отличаться от традиционного каулянского и райдеровского но пока на этом сегодняшнее видео я завершаю спасибо всем кто посмотрел это видео до конца вы потрясающие умнички молодцы всем желаю приобрести эту колоду если она вам понравилась если она вас откликается и ваша да ваша история на этом все подписывайтесь на канал всем всего доброго напишите какие вы хотите новые темы посвященные данной колоде всем пока пока